Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. С вами в эфире Рита Якушева, а у меня в гостях Торгово-промышленная палата. Это постоянная наша рубрика, посвященная теме развития бизнеса в нашей республике и в городе. И у меня в гостях президент Союза Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. Это Марина Богословская. Также у нас в гостях гости, приехавшие к нам в рамках одного из мероприятий, о которых вы обязательно узнаете. И тема очень интересная. Это Кондакова Виктория, эксперт по классификации гостиниц, эксперт в области создания и обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью. И Дорошенко Ирина, бизнес-тренер, основатель первой онлайн-школы гостиничного бизнеса, постоянный спикер форумов и конференций, член жюри национальной гостиничной премии. Также у нас в гостях Дмитрий Громов. Здравствуйте. Да, основатель кооперативного рынка «Малый базар». И Дмитрий Паньков, депутат госсобрания «Илтумен», владелец сети отелей. Вот такая вот интересная у нас компания собралась, и сегодня мы поговорим на не менее интересную тему, а именно говорить мы будем о гостеприимстве нашей Якутии, о гостиничном бизнесе, туризме и гастротуризме. Итак, Марина Олеговна, я передаю вам слово. Добрый день, уважаемые телерадиослушатели. В очередной раз торгово-промышленная палата имеет замечательную возможность воспользоваться вот этим эфиром для того, чтобы рассказать о том, как развивается бизнес в нашем холодном, но таком любимом нами крае в Якутии. И я хочу дополнительно отметить, что оба Дмитрия, которые здесь сегодня принимают участие в передаче, являются членами торгово-промышленной палаты, как и наша чудесная ведущая Рита Якушева. Большое вам спасибо. Спасибо. И вот я хочу сказать, что эту тему мы не просто так предложили для сегодняшнего обсуждения в эфире. Все мы знаем прекрасно, что и в России в целом, на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, сделан конкретный упор на развитие туризма, внутреннего въездного туризма. Это очень важно. Люди любят путешествовать, люди путешествуют и тратят деньги. И на этом надо учиться, да, надо учиться на этом зарабатывать. Но туризм – это не только перемещение во времени и пространстве, и осмотр достопримечательностей, что само по себе, конечно, важно, но также это комфортное проживание и, конечно, высококачественные услуги. Потому что это тоже, да, создает общее впечатление о регионе. Поэтому вот сегодня очень важная тема. Я думаю, мы сможем вас заинтересовать. Да. Не так давно у нас в республике прошел фестиваль «Зима начинается с Якутии» и гастрофестиваль «Вкус Якутии». Было очень много приезжих гостей. И впереди у нас еще игры «Дети Азии», поэтому хотелось бы у специалистов как раз уточнить, как вообще республика готова. Как вы оцениваете готовность нашего города, нашей республики к приему гостей? Добрый день, уважаемые зрители, телезрители и радиослушатели. Я Виктория Гондакова, эксперт по классификации. Я работаю в вашем регионе уже пять лет. Поэтому мне очень хорошо известен ваш гостеприимный город, ваши туристические маршруты и ваш, конечно, сервис гостиничный, который мне очень близок. Как эксперт я в течение пяти лет классифицировала и классифицирую гостиницы региона Якутии, республики Саха. Как не только гостиницы, которые находятся у нас в главном городе Якутск, так и в регионах, в районах, в Улусах, в том числе город Алдан, город Мирный, Нерюнгрии. Сказать о уровне оказываемых услуг гостиничных, вы знаете, каждый год он улучшается. Каждый год качество услуг становится лучше. Очень много гостиниц у нас прошли за пять лет классификацию. Сегодня государственный реестр, который сейчас федеральная Росаккредитация возглавляет, уже дополнился 99 объектами классифицированными. Если говорить о численности и соотношении относительно звезд, качество оказываемых услуг, это как отели без звезд, это и турбазы. В этом году очень много было таких объектов. Это глэмпинги, это базы отдыха, новые, совершенно интересные, со своей инфраструктурой, которые готовы принимать как гостей, которые приезжают на выходные, местные перемещающиеся туристы, так скажем, внутренний туризм региона, так и туристов других регионов. То есть туризм в Якутии на моих глазах в течение пяти лет, я скажу, что развивается. Это замечательно. А скажите, пожалуйста, вот вы же ведете и проверку, да? Вы и даете рекомендации. Соответственно, после ваших вот таких вот выездных мероприятий гостиницы стараются улучшить свой сервис. Да, совершенно верно. Очень многие руководители, да все руководители прислушиваются, они очень рады. То, что очень просто мы доносим те нормативы, которые должны соответствовать гостинице. В соответствии с постановлением правительства у нас есть определенный закон положения классификации, который четко регламентирует те нормативы, которые должны быть, те нормы, те нормы услуг, которые должны оказываться в гостинице. Мы вместе с руководителями, вместе с управляющими, с администраторами проводим эту классификацию и смотрим соответствие тех нормативов, которые должны быть. Так вот, в соответствии гостиниц без звезд, со звездами, у нас, ну, очень много гостиниц, которые смогли пройти классификацию и получили статус три звезды. У нас находятся две гостиницы категории четыре звезды, две звезды, одна звезда, и все эти гостиницы принимают разные категории гостей. Очень много у нас гостей связано с командировками, потому что край промышленности, да, очень-очень, да, большая, поэтому очень много людей, которые приезжают в командировки. Это бизнес гостей. И очень много, конечно, туристов. То есть вот эти разные группы, категории у нас расселяются и получают услуги. Для того, чтобы услуги были более качественными, да, мы смотрим, конечно, законодательство и проверяем все те пункты, которые должны соблюдаться, но мы еще предлагаем и проходить обучение по тем специальностям, это и горничные, и администраторы, как в образовательных учреждениях, так и проводим семинары. И вот хотелось бы в двух словах сказать о этом мероприятии, ради которого сейчас здесь я и Ирина Евгеньевна Дорошенко, бизнес-тренер по гостиничному бизнесу. Давайте расскажите, конечно. Совместно с Ассоциацией гостеприимства было проведено мероприятие 4, 5 и 6 декабря по улучшению качества оказываем услуг. Это большой тренинг-семинар, который посетили как из районов владельцы и управляющие гостиничного бизнеса, как небольшие отели, так и крупные отели, которые находятся в городе Якутск. Что мы прошли? Мы прошли тренинг именно качества услуг, которые должны оказываться. Готовились к принятию, говорили о многих моментах соревнований, которые будут проходить, предстоящие на федеральном уровне преспублики в июне. Поэтому подготовка шла полным ходом. И заинтересованность вовлечения в этот семинар-тренинг было замечательной. Получили большой интерактив, получили новые знания. И, учитывая, что было, конечно, холодно, не все смогли приехать, поэтому нужно обязательно продублировать этот семинар в марте месяце. И он будет также направлен на то, чтобы улучшать качество услуг в регионе. Конечно, спасибо вам за такую высокую оценку. Я уверена, что наши владельцы гостиничного бизнеса будут дальше развиваться. Но самый главный все-таки акцент нашего гостеприимства – это же еда. Да, Дмитрий? Как основатель кооператива «Малый базар», где продается самая вкусная еда для всех якутян, и не только для якутян, но и для горожан, и для гостей уже. Потому что наш салат «Индигирка» произвел фурор просто. И наша строганина произвел фурор на выставке, которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве. И там очереди же стоят, живая очередь буквально, чтобы попробовать нашу северную рыбу. Вот, Дмитрий, расскажите, как у нас обстоят дела вообще в целом с обеспечением качественной едой наших гостиниц и вообще в целом с гастротуризмом? Действительно, человек, любой человек, прежде чем поехать на определенные дестинации, то есть я хочу, например, на море или я хочу на определенную страну, те же Мальдивы, которые за пол планеты отсюда находятся, ищут ответы на четыре вопроса, где разместиться. И мы все прекрасно знаем, что такое пять звезд, четыре звезд, три звезды. И вот есть у нас ребята, которые непосредственно этим ценятся. Все, наверное, якутяне, мои земляки смотрели передачу «Ревизоры». Там Лена Летучая в белых перчатках начинает ходить. И уже по требованиям классификации начинают уже определять на камеру, вот это не соответствует, вот так должно быть. И вот эти ребята, пока мы спим, пока мы живем своей жизнью, занимаются тем, что улучшает качество сервиса у нас же в регионе. Этим кто-то занимается. Вот они такие люди, касаются умницы. А помимо этого, второй вопрос. После того, как мы решаем, где в какой гостинице остановиться, мы задаемся вопросом. Человек так устроен, что, к сожалению, мы из розетки не питаемся, у нас прием пищи как минимум три раза в день. И, соответственно, в первую очередь начинают спрашивать, что я буду есть и где я буду есть. Третий, четвертый вопрос, это простые вопросы. Чем я буду заниматься и что я буду смотреть? Например, я хочу посмотреть на ленские столбы, помимо этого покататься на собаках или на оленях. И это все, что связано с Якутией. И вот, поэтому вторым ключевым вопросом перед тем, как принять решение о поездках, это, само собой, еда. Якутия в этом плане, да, имеет свой почерк, имеет свой вкус. И в рамках фестиваля «Вкус Якутии» мы уже в этом году 10-й юбилейный фестиваль был. Мы ежегодно показываем не только гостям, но и самим же землякам о том, что наша традиционная кухня может развиваться. Внедряем новые технологии, например, уже молекулярная кухня, сувид и все остальное, разные технологии, используя локальную продукцию. В этом сам Есенин Сергеевич Николаев в этом году объявил «Год труда». И человек труда, вот действительно, люди создают, люди ездят прежде всего к людям. И эти же люди как раз-таки создают те перечни эмоций и впечатления, которые у нас есть. И «Вкус Якутии» — это как раз-таки связка наших сильных духом аграриев, которые 24 на 7, несмотря на минус 50 или плюс 40 летом, они без выходных работают у себя на фермах, благодаря которым наши переработчики, якутские переработчики, создают местную продукцию. И наши сбытовики имеют возможность уже представлять, и, само собой, наши творцы — это ребята, которые в общепите. Они создают вот этот вкус. Каким образом подавать? Вот буквально рамка «Вкуса Якутии» лет 7-8 назад, Якутии скандал был, когда подали жеребятину с брусничным соусом. Как наше вкусное традиционное мясо смешали с вареньем туда-сюда. Сейчас соус брусничный, соус голубичный в любом магазине продаётся. Это уже классика. То же самое буквально лет 6 назад. Главным новогодним блюдом у нас, как по всему Дальному Востоку, так и по всему СССР, благодаря иронии судьбе красная икра, как ключевой момент. Мы очереди стояли, мы договаривались с кем-то, чтобы красная икра у нас была на столе. Сейчас в Якутске точно, в Якутии в целом, строганина – это блюдо номер один, которое у нас на Новый год. Когда люди приезжают... Из которого праздник не праздник. Праздник не праздник. И благодаря вкусу Якутии как раз-таки мы научились, как строгать, как выбирать рыбу, и как его есть, какие соусы ещё к ним можно применять. Это всё как раз в рамках фестиваля, когда мы земляки, своим же землякам, спасибо, мы начали это показывать. Сейчас, благодаря вот так же влиянию фестивалей, наши рыбаки, используя новые технологии, умудрились нам преподносить свежую рыбу уже на полгода раньше. И если у нас подлёдная рыба у нас появлялась только к концу декабря или в начале января, сейчас с августа месяца, благодаря шоковой заморозке, у нас вкусная рыба северная уже доступна в Якутске. Практически круглый год. Практически круглый год, да. И вот это и есть влияние фестивалям нашего обыденного жизни. Те блюда, которые у нас презентуются в рамках «Вкуса Якутии», они уже теперь у наших домохозяек через соцсети, в рецептах, блокнотиках, на важных юбилеях, мероприятиях, ключевых семейных событиях, эти же рецепты, эти же салаты, эти горячие, они теперь уже у нас дома. И благодаря этому как раз-таки идёт консолидация вот этой цепочки. Аграрии, переработчики, общепит, сбыт и конечный человек. И в этом ключе отрадно то, что мы как кооператив второго уровня, в который входят 27 основных наших улусных производителей, они входят в наш кооператив, и мы имеем возможность представить по цене от производителя честный, правильный продукт, который непосредственно идёт с улуса, без посредников, без перекупов. Что мы наблюдаем, к сожалению, по всей территории города Якуста? Это очень важно, действительно очень важно, чтобы горожане и гости столицы имели возможность к экологически чистым продуктам, к экологически чистой еде. И это ведь не только говорит о том, что мы готовы к гостеприимству, попробуйте нашу еду и так далее. Это ещё и говорит о том, что мы готовы к вызовам, которым перед нами готовят наше правительство, руководство нашей республики, организовывая такие массовые, огромные массовые мероприятия. Вот, например, впереди у нас Дети Азии. Это же будет вообще мероприятие международного значения. Я представляю просто, насколько будет такой огромный поток просто в нашу республику, вот именно не только туристов, но и у участников, их сопровождающих. И это же большая ответственность. И вот здесь вот о доступности хотелось бы спросить. О доступности именно наших объектов для разных категорий граждан. Да, хороший вопрос. Сейчас инвалиды маломобильной группы населения очень часто перемещаются, потому что за последние 10 лет, как вот у нас в 2014 году состоялась Олимпиада в городе Сочи. И специалисты высокого уровня именно по доступной среде смогли организовать, ну и, конечно же, согласно нормативам, сделать все объекты, доступные для принятия паралимпийских игр. И после этого во всех регионах программа государственная, которая действовала, доступная среда, позволила создать условия для туризма людей с ограниченными возможностями в разных регионах. В Якутии здесь, конечно, погодные условия нам немножечко не позволяют это делать, как в других регионах. Как в Сочи круглый год можно передвигаться на кресле-коляске и посещать все объекты. Но нужно что-то с этим вопросом делать, потому что и в зимний период у нас передвигаются туристы. Будучи летом в Якутске и классифицируя гостиницы, я столкнулась с таким моментом, что в одну гостиницу заселились инвалиды. Их было много, они были колясочники, и очень сложно было перемещаться в номерной фонд. То есть по номерному фонду, я бы сказала, не все гостиницы подготовлены к принятию гостей с инвалидностью. Поэтому нужно уделить этому вопросу внимание. и я готова как эксперт по этим вопросам проконсультировать наши гостиницы. Да, и у нас сегодня в гостях Дмитрий Александрович Паньков, который как раз представляет Государственное собрание. Я думаю, что этот вопрос тоже можно поднять, как в плане поддержки граждан с инвалидностью, чтобы проверить, не знаю, как это можно организовать в рамках проработки таких вот программ по развитию туризма. Проработать тоже вот этот вопрос, связанный с доступностью туристических объектов, гостиничных объектов для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на креслах-колясках. Да, мы можем провести совместный семинар для руководителей, гостиниц, средств размещения и других, кто оказывает услуги, и рассказать об основных минимальных нормативах предъявления, которые предъявляются к объектам социальной инфраструктуры для принятия гостей с инвалидностью, потому что этот вопрос нужно потихонечку, потихонечку решать. Но это оперативные меры, а как раз наши законодатели могут уже стратегический момент уже определить в рамках внесения определенных законодательных инициатив. Да, здесь... Ну, не внесены уже давно на уровне. Я думаю, что, наверное, все-таки в виде меры поддержки предпринимателей необходимо заводить эту историю, потому что это очень большая финансовая нагрузка. Ну и при этом, если человек воспользуется такой мерой поддержки, ательер, соответственно, он сможет размещать эту категорию граждан. То есть ему это идет в пользу, это идет на развитие. То есть мы развиваем не просто доступную среду, мы развиваем именно туризм и отели. Хорошо. И мы сейчас вынуждены будем прерваться на небольшую рекламу. И после рекламы мы с вами продолжим наш разговор о доступности гостиничного бизнеса, о доступности среды вообще в целом, о нашем гостеприимстве и так далее. То есть, ну, тема... Согласитесь, что тема очень интересная? Интересная. И есть о чем рассказать. Да, и вот сейчас еще осталось несколько секунд. Как вам в Якутии? Всегда замечательно. Всегда холодно. Даже в этот мороз. Нам очень повезло наш фирменный стиль. Это не впервые уже, поэтому я очень спокойно отношусь и работаю в этих... Итак, мы продолжаем наш эфир и продолжаем говорить о развитии туризма, о нашем гостеприимстве и о вкусностях, которые ждут приезжих гостей у нас в республике. И мы остановились на теме государственной поддержки. Все-таки интересно вот тем, кто нас сейчас смотрит, кто-то задумался, наверное, да, уже, что вот все так хорошо, хочу открыть гостиницу. И что меня ждет? Будет ли поддерживать меня государство? Или те, кто уже имеют гостиничный бизнес, хотят узнать, будут ли продолжаться те меры поддержки, которые сейчас уже действуют? Ну, давайте продолжим наш разговор. Дмитрий Александрович, мы прервали наш разговор? Меры поддержки от государства, конечно же, на сегодняшний момент действуют. Они, в первую очередь, это пониженная налоговая ставка по ОСН, это действует еще мера поддержки со времен ковида, так сказать, да. Действительно, тогда отрасль туризма очень сильно пострадала, и отельеры, в свою очередь, особенно, ну, это Краснодарский край, да, сильно страдал. Мы же, в свою очередь, на самом деле, работали вообще на 100%, потому что у нас большое количество вахтовых работников, и им нужно было изолироваться. То есть, все гостиницы города были задействованы в этом, и, безусловно, вот такая еще и мера поддержки, при этом сниженная налоговая ставка, это было очень даже кстати, и она по сей день действует. Плюс у нас стандартные меры поддержки предпринимателей, это от системы «Мой бизнес», да, идут, это создание сайта, значит, там, уделение средств на рекламную продукцию, на финансовые меры, да, вот эти финансовые меры поддержки, они, в принципе, самое главное, что предприниматель может ежегодно пользоваться, это очень тоже такое, для начинающего предпринимателя и отельера, это очень даже большой брус. И вот сейчас мы с коллегами в перерыве общались, есть у нас меры субсидирования, вот коллеги более подробно расскажут, потому что я лично, конечно, не пользовался как-то так, может, малая осведомленность где-то такое есть, на самом деле нужно просто интересоваться, все есть в открытых источниках, ну вот сейчас коллеги расскажут, вот про субсидию мы тут общались. Да, субсидией я столкнулась летом, когда была в Якутске, то есть были выделены субсидии, это 50% субсидирования на оборудование по доступной среде, то есть любой туристический объект, пройдя небольшие требования, это должно быть зарегистрировано, например, гостиница, то она уже действует, юридическое лицо, ничего сложного на самом деле нет, я эти требования смотрела, написать заявку, сделать небольшой бизнес-план для оснащения гостиницы, можно было оснастить номерной фонд, один номер, порядка до 3 миллионов, насколько я помню, выделяли средства, но это 50 на 50 субсидирования, то есть 50% собственных средств нужно было потратить на оснащение, и 50% субсидировалось государство, на мой взгляд, это неплохая поддержка, и она существует, эта мера поддержки, сейчас еще, да, год не закончился, наверное, она есть, и будет нужно смотреть на следующий год, и как вот я работаю, начиная, как я говорю, от Адыгеи до Ямала, постоянно передвигаясь в разных регионах, везде поддержка есть, в разных направлениях, просто ее нужно видеть, и очень много было направлено средств на расширение именно глэмпингов, модульных конструкций, это очень много, многие мои клиенты получили, например, курорт Шерегеш, Белокуриха, Алтайский край, очень много объектов, которые были построены в рамках субсидий, прекрасные объекты, и были мной классифицированы, и классифицируются дальше. Здесь я соглашусь с коллегой, с нашим гостем, в том плане, что как бывший глава агентства развития туризма региона, мы за полтора года привлекли в наш регион непосредственно федеральных только средств в размере 240 миллионов, в том числе, то, что говорит Виктория, это 67 миллионов на оснащение наших объектов туристических, оборудованием, ключевой фактор, рубль к рублю, это то, что, в принципе, остановило многих наших предпринимателей. Но как раз таки отрадно то, что те, которые уже давно работают, те, у которых есть уже определенный капитал, они смогли воспользоваться. И сейчас, благодаря этой мере поддержки, у нас увеличивается. У нас поступил звонок. Отлично. Да. Давайте наденем наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот недавно подключилась. Это гости из России, да? Да. Ага. Приветствую гостей из России, конечно. Спасибо. в нашу, это самое, ну, чтобы приехали в гости вот в холодную Якутию, здоровую. Гостей из России приветствую. Это зима, это, можно сказать, это наши проклятенцы. Но им нравится, почему? Нет, нет, мы уже адаптировались, не первый раз. Наверное, за то, что у нас такие недра, богатства. И красоты, красоты. И гостеприимство. Природа очень наша красивая, да? Да, да. И в летний период, и когда зима, и когда у вас, как называется, это полная зима, это не ледяной период, ледяной период, ледниковый период. Но люди у нас не менее гостеприимные, не менее замечательные, люди у нас самые душевные, красивые. Я каждый раз, когда куда-то уезжаю, и прям, вот я слышу только это, какие у вас люди, какие они добрые, какие они теплые. Вот у нас зима холодная, а люди теплые. Спасибо вам за ваш звонок. У вас есть вопрос какой-нибудь, задайте, пожалуйста. Ну, вот я хотела замечание просто сделать, да, чтобы учитывали вот, ну, некоторые вот, так сказать, чиновники, да, что у нас очень суровый климат. Да. Мы это или-или удерживаем эту длинную холодную зиму, а почему-то иногда говорят, приравнивайтесь к этой к средней полосе России. Какое может быть сравнение? Вот, как бы вам надо самое слово сказать? Это я из Якутска Светлана звоню. Хорошо, Светлана, спасибо большое вам за то, что вы позвонили. Мы обязательно передадим, да, и скажем, чтобы, ну, действительно, нужно учитывать погодные условия, те природные условия, в которых живут якутяне. Действительно тяжело, многим тяжело, особенно людям, которые находятся в возрасте, уже в возрасте, ну, тяжеловато, потому что, видимо, это зима, все-таки, вот наша суровая зима, она имеет накопительный эффект, и с годами она становится все как-то ощутимее, ощутимее. Пока ты молодой, можно и без шапки ходить. Анна Светлана затронула очень важный аспект, потому что, действительно, региональная специфика во федеральных программах, мерах поддержки, она должна быть. Обязательно. И в этом плане помощь наших законодателей, региональных депутатов, основная ключевая, потому что законы применяются по всей России, потом они могут быть адаптированы и применены с учетом региональных особенностей. Да, конечно. И это важный, очень ключевой фактор. Много того, что действительно у нас по всей России применяется, для Якутии это совсем другая планета. Абсолютно. Абсолютно согласна. Спасибо еще раз, Светлана, за то, что позвонили, подняли такую важную тему. И мы продолжим наш разговор, продолжим говорить о мерах поддержки. Дмитрий, а вы какими мерами поддержки в своем, вы же владеете бизнесом? Ну, мы пользовались как раз-таки мой бизнес, создавали сайт через мой бизнес, заказывали продукцию. У нас, так сказать, модное слово, мерч, с логотипами, гостиница, это, ну, вот, вроде мелочек, да, в каких-то моментах, а вот потратиться предприниматель на это не может. То есть, вы прошли весь тот путь, да, начинающего предпринимателя полностью. И классификация, кстати, вот, мера поддержки в виде бесплатной классификации, за счет субсидия. Это тоже очень, потому что, вот представьте, если ты хочешь работать, ты по закону должен быть классифицирован. если ты начинаешь открываться, тебе необходимо пригласить специалиста, соответственно, оплатить ему билеты на проезд, да, это все же дорого. Да. Я хотела бы сказать, да, А могу я... Вот, Ирина Евгеньевна, пожалуйста, расскажите-ка нам, что же ждет человека, если он не соблюдает вот эти вот меры, там, не знаю, как это называется правильно? Условия. И правила содержания и обслуживания своих гостей. Добрый день, дорогие друзья. Я с удовольствием прилетела к вам из Москвы. Я первый раз в вашем гостеприимном регионе. Вот, надеюсь, что буду еще прилетать, потому что проведенный мною нами семинар, который прошел 4-5-6-6, три серии семинаров прошли по поводу повышения доходности в гостинице, по улучшению качества услуг. Они прошли очень тепло, и многие говорили, что очень им было полезно те знания, которыми я делюсь. А так как я являюсь уже более 20 лет специалистом гостиничного бизнеса, проживала в Германии, работала в международных отелях, в международных гостиничных сетях. И сейчас я с удовольствием делюсь секретами гостиничного бизнеса со всеми, с отельерами, помогаю начинающим отельерам запускать свой бизнес. На самом деле, для того, чтобы прийти в этот гостиничный бизнес, конечно, нужно обладать определенными знаниями, в том числе нужно знать закономерности действия этого бизнеса, потому что гостиничный бизнес это лицензированный вид бизнеса. А та классификация, которую обязаны все пройти, это сродни лицензии, для того, чтобы начать работать в гостиничном бизнесе, чтобы принимать гостей. Поэтому, собственно говоря, без этого нельзя начинать бизнес. везде должно быть как чек-лист, если дается определенный чек-лист, и если где-то пропущена галочка, то ты уже все, ты уже неквалифицированный, ты уже не можешь соблюдать. Или по-простому, для потребителя, если объект прошел классификации, и здесь мы в информации, и у него на сайте, или же на табличке видим звезды, или же там что-то, здесь безопасно, и здесь про качество. Здорово. Вот это простыми словами. Но качество нужно всегда поддерживать, что и делала Ирина Екатерина. Мы у нас на своем семинаре возвращаемся к семинару. Да, очень, конечно, обидно, что я не увидела представителей пятизвездочных гостиниц. А вообще есть такие гостиницы? Нет таких гостиниц. А у нас, Сергей, нету. У нас только есть четыре звезды. Надо субсидировать, и мы откроем. А мы поможем классифицировать. Срочно надо открывать, потому что гости любят разные варианты размещения. Кто-то любит только в пятизвездах жить исключительно. И, соответственно, должен быть выбор у наших гостей, потому что чем больше выбор, тем больше конкуренция между гостиницами. Чем выше конкуренция, тем больше гостиницы стремятся повышать качество услуг. Все закономерно. Все закономерно. Есть тем больше рублей в нашей Якутии. Ну, да. Тем больше, да, конечно, тем больше приедут гостей, которые потом расскажут, что вы знаете, а там не только хорошая еда, красивая природа, там очень можно комфортно разместиться. Несмотря на мороз, в номерах тепло. Тепло. Это очень важно. Это мы на себе прочувствовали. Да, тепло. И еще одна особенность в рамках вкуса Якутии в прошлом году. Мы, наконец-то, в Якутии ввели тестово в четырех гостиницах якутские завтраки, потому что мы все прекрасно знаем, что такое английский завтрак, скандинавский завтрак, континентальный завтрак. Тогда поделитесь. А якутский завтрак теперь доступен у нас в отелях города Якутска. Это дело у нас сейчас распространяется, потому что наши сельхозпроизводители, в том числе Малый Базар, начинаем уже регулярные поставки непосредственно под нужды отельеров. Не только под ресторан, но еще начинаем работать с отелями. Это новый канал сбыт для наших производителей в рамках фестиваля, который у нас инициирован Ассоциацией гостеприимства, председателем которого является Татьяна Темырова. Вот такие новые каналы мы, земляки, друг у друга начинаем прорабатывать. Я добавлю, что этот формат якутского завтрака мы стали применять на мероприятиях торгово-промышленной палаты. То есть кофе-брейк, кофе-пауза мы уже оформляем якутскими продуктами. Аладь, да, в якутском стиле. Оладьи, взбитые сливки и чай с молоком. И людям это очень нравится. Да, конечно, это же самая вкусная еда была на свете. Мы-то это знаем. Да и по-другому, например, если, господа гости, суши, какая страна? Япония. Япония. Том-Ям, какая страна? Таиланд. Таиланд, вот, то же самое. А каков на вкус Якутия? Какое блюдо у нас ассоциируется сразу? О, это Якутия. Так же, как буза. Жиребятина. Буза, это более, да. Строганина. 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 Как раз были на мероприятии. Мы все земляки должны работать над тем, чтобы вот как раз-таки вот эти блюда должны быть у нас идеальными. И мы это, на самом деле, мы можем, потому что Якутия это люди про качество и гостеприимство, потому что в наших суровых условиях по-другому на нем выжить. Конечно. И мы должны питаться вкусной, жирной, богатой белками, экологически чистой, калорийной едой, потому что, ну, реально в такие морозы надо есть и есть, потому что энергии прям наш организм тратит очень много. Так, хотелось бы еще раз все-таки, Ирина Евгеньевна, ну, поделитесь, вот что же там, как и что чаще всего бывает в списке нарушений? Ну, на самом деле, гость выбирает, гость голосует рублем, и поэтому мы все сейчас, все гостиницы смотрят на отзывы, гости смотрят на отзывы, прежде чем выбрать ту или иную гостиницу, и поэтому моя любимая тема это сервис, а сервис это персонал, это люди, поэтому я занимаюсь обучением персонала, я создала первую онлайн-школу гостиничного бизнеса, это возможность дистанционно, не приезжая ко мне в Москву, обучиться всем нормам гостиничного бизнеса, и моя онлайн-школа получила, стала финалистом национальной гостиничной премии, получила высокую оценку коллег, поэтому я вас приглашаю, те, кто не успел побывать на семинарах, вы можете поучиться дистанционно, поднять свой уровень, свои знания, как сделать так, чтобы гость остался доволен, а у всех гостей требования очень разные, всем очень сложно угодить, но, тем не менее, сейчас гости стали более требовательные, и это очень важно, потому что действительно важны же отзывы. И затрагивает как раз тему детей Азии по части питания. У нас много стран-участников, в которых питание идет через систему халяль. Специфика. Это специфика, да. Мы уже конкретно знаем примерное количество таких гостей, и, соответственно, наши сельхозпроизводители теперь уже начинают прорабатывать свои технологии под это дело. Плюс много разных способов приготовления, которые для нас не присущи, многие наши коллеги по бизнесу общепита тоже к этому не готовы. И сейчас вот начинаем все это дело прорабатывать. И, соответственно, если мы научились в деревнях забивать скот домашним способом, и разделка у нас идет тушами, соответственно, для подготовки к детям Азии у нас совсем другая технология уже идет. То есть, начиная с сельского хозяйства, начиная со сбыта, начиная с сервиса в отелях, в объектах размещения, и в объектах показа Якутия очень начинает готовиться. Все, кто у нас занимается вроде бы косвенно обычным сельским хозяйством даже, они тоже уже интегрированы в процесс подготовки к детям Азии. Это замечательно, когда вот все вроде как как единый организм действует, получается. Одни работают в этом направлении, другие в этом, но все равно цель у всех одна. Это чтобы человек, который заходит в гостиницу, получал качественный сервис, вкусно и гостеприимно Якутии. И красиво видел. И что-то с собой увезти. И еще что-то да. И сувенир. У нас буквально совсем чуть-чуть времени остается. Пожелания. Оставьте пожелания нашим радиослушателям и телезрителям. Очень коротко. Хотела бы пожелать, чтобы то, что мы делаем и приезжаем и делимся опытом в вашем замечательном крае было положительным результатом. И наши гости, которые приедут на Олимпиаду, получили